В эфире итоговая информационная программа в студии Алены Куколевой. Здравствуйте! Вот главные темы прошедшей недели. Кадровые перестановки в Рязанском правительстве, изменения в региональных законах, масштабное учение десантников, пересесть на автобус заставит всех должников, 20 лет легендарной группировки слоны и прогулка по есенинским местам в преддверии дня рождения поэта. Новый областной закон в сфере промышленной политики был принят депутатами Булдумы на этой неделе. Он разработан в целях реализации полномочий, переданных субъектам Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о промышленной политике. Региональный закон направлен на развитие промышленности. Содержит перечень видов механизма поддержки деятельности предприятий. Основные направления промышленной политики. Мы перед тем, как выйти сегодня на второе чтение, собирали расширенные заседания комитета, приглашали руководителей крупных промышленных предприятий и они высказали свое одобрение, высказали и предложения свои по поводу скорейшего принятия этого закона. Закон-то очень нужен нашим промышленным предприятиям. Другой важный для региона законопроект, касающийся мер социальной поддержки или так называемый социальный кодекс, депутаты поддержали в первом чтении. Специфика этого документа заключается в том, что в нем собраны меры соцподдержки, которые прежде были прописаны в 18 региональных законах и других нормативно-правовых актах. Теперь все, что касается поддержки беременных женщин, семей с детьми, некоторых категорий ветеранов, реабилитированных и лиц, пострадавших от репрессии, отдельных категорий пенсионеров, объединено в одном законодательном акте. В первую очередь это для удобства граждан, которые получают меры социальной поддержки. Вдумайтесь только, по нашему региону это 180 тысяч человек пользуются этим мерами. Конечно же неудобно искать это в 18 законах и постановлениях. Сейчас это собрано в одном законе и я считаю, что это некий такой ответ на запрос общества об удобстве законодательной базы региона. Кадровые перестановки в Рязанском правительстве утвердили депутаты на этой неделе. Итак, у Рязанской области появился второй сенатор. Областная дума назначила своим представителем Совета Федерации Ларису Тюрину, которая в региональном парламенте возглавляла социальный комитет. Она была выдвинута на пост сенатора фракции партии «Единая Россия». Лариса Тюрин имеет медицинское образование, работала врачом, занимала руководящие должности. Я постараюсь также быть в курсе и тех интересов, и тех позиций региона, которые необходимо защищать на федеральном уровне. И приложу к этому максимум усилий. Еще один кадровый вопрос, вошедший в повестку заседания облдумы, касался Владимира Трушкина. Его кандидатуру на должность заместителя председателя регионального правительства депутаты также согласовали. До недавнего времени Владимир Трушкин был заместителем главы администрации города Рязани, а прежде продолжительное время возглавлял Министерство строительного комплекса региона. Участок работы очень ответственен, и я с полной ответственностью воспринимаю эту будущую работу, так как не понаслышке, практически знаю ее. Буду делать все для того, чтобы Рязанская область процветала, а рязанским нашим гражданам жилось легче и лучше. В начале этой недели Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Военно-промышленного банка. Напомним, 16 сентября Центробанк возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Военно-промышленным банком сроком на полгода, но уже 26 сентября отозвал у банка лицензию. В Рязани работало два офиса ВПБ и один банкомат. Военно-промышленный банк входил в топ-100 банков России и занимал 89-е место по размеру активов в банковской системе страны. Рязанская область оказалась худшей в России по качеству воздуха. Такие данные содержит ежегодный доклад Роспотребнадзора. Каждая пятая проба рязанского воздуха показала повышенное содержание опасного токсичного вещества. Кроме того, наш город лидирует по доле автомобильных выбросов. Автотранспорт уже давно стал главным загрязнителем воздуха во многих городах России. На зеленой карте России Рязанская область снова отмечена красным. Доклад Роспотребнадзора провел неутешительные данные. В регионе в два раза превышена допустимая норма содержания формальдегида в воздухе. Треть населения сел не обеспечены качественной питьевой водой. К тому же эксперты говорят о том, что Рязань входит в число городов с наибольшей долей автомобильных выбросов. Очень здорово выбрасывают в дошках песочных. На улице Зубково 17. Вот там здорово чувствуется. А сюда по вечерам и в часов 4 утра где-то. Вот так. В летний период и у нас было. Я живу на затинке и идет все с юга или от КХВ или с Олзавод. Вот откуда-то тут. Это трудно понять. Вот это часто очень. Как только вечер или ночь, они выкидывают, окна закрываешь, невозможно дышать. Иногда чувствую. В Сколовке вообще дышать нечем. Особенно зимой, когда морозы. Видно, они под утро выбросы большие делают. По данным независимых изданий, 70% всех токсичных выбросов в нашем городе приходится на автомобили. Чувствуется, что у машины... Чего? Вот даже для детей дышать этими хлопными газами не очень хорошо. Каждый, наверное, чувствует... Не совсем, наверное, это бывает чувствует. Но воздух в городе не актив. В некоторых годах еще похуже бывает. Наибольшая концентрация или как можно надышаться, это стоя в пробках, которые наблюдаются у нас по вечерам, утра, в утренние часы. То есть от работающих двигателей автомобилей достаточно большое количество формальдегида выбрасывается в атмосферу. Санитарно-эпидемиологическое благополучие нашего города вовсе не так благополучно. По данным Роспотребнадзора, Рязанская область осталась первой в России по загрязнению воздуха формальдегидом. Каждая 12-я проба, взятая в регионе в 2015 году, показала двукратное превышение допустимой нормы. Особенность Рязани в том, что в непосредственной близости от жилых строений или от территории, где проживает население, находятся промышленные узлы. Особенно южный промышленный узел, где сконцентрировано большое количество предприятий химического направления и нефтепереработки. Формальдегид оказывает на организм сильное общетоксическое действие. Вызывает поражение центральной нервной системы и легких, а при длительном воздействии оказывает негативное влияние на работу печени, почек и органов зрения. Признаками отравления формальдегидом чаще всего являются симптомы со стороны дыхательных путей. Поэтому прежде всего повышение концентрации формальдегида наиболее опасно для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, для часто болеющих детей. Основным источником токсина в Рязанской области являются выбросы больших промышленных предприятий и автомобилей. Однако, как бы это странно ни звучало, Рязанская мещера с ее болотами также является природным источником формальдегида. Болото, которое находится в мещере, они только усиливают, способствуют тому, что накапливается формальдегид, особенно в летний период. Также специалисты говорят о том, что ядовитое вещество содержится в мебели, изготовленной из МДФ. При производстве всех мебельных панелей используются фенолформальдегидные или другие смолы, которые как раз содержат это вещество. И в течение достаточно длительного времени происходит постепенное выделение из панелей этого вещества. Поэтому при покупке мебели в течение нескольких месяцев, до шести месяцев, может быть, и более, ощущается какой-то неприятный запах. Это говорит о том, что как раз присутствует это вещество. Если в квартире достаточно много мебели, то, из МДФ имеется в виду, то, конечно, концентрация формальдегида может превышать предельно допустимое. Так или иначе, формальдегид остается неотъемлемой частью атмосферы. Главное, чтобы его концентрация не превышала допустимые нормы. В Роспотребнадзоре убеждены, что в следующем году Рязань покинет лидирующую строчку этого экологического рейтинга. В течение нескольких лет одно из центральных мест города находилось в заброшенном состоянии. Речь идет о Лыбецком бульваре. В эти дни работа здесь кипит. Заасфальтирована главная аллея бульвара. Появляются пешеходные дорожки. Одним из центральных преображений стала круглая площадка, выложенная разноцветной плиткой. Планируется, что на ней позднее будет установлена большая новогодняя елка. Новые дорожки, площадки, аллеи появляются в центре Рязани. Горожане теперь чаще всего выкладывают фотографии в интернет с улицы Горького. Здесь отреставрированы скульптуры зодчевые женщины-птицы, вновь установленные на Лыбецком бульваре. Скульптуры привели в порядок и поставили возле недавно построенной гостиницы. Обновленные персонажи уже полюбились рязанцам. С ними с удовольствием фотографируются горожане и гости города. Кстати, скульптуры были созданы к 900-летию Рязани. Что же касается самого бульвара, то на нем работы по благоустройству идут полным ходом. Здесь высажена новая кленовая аллея. Убраны портившие вид кривые деревья. Разравниваются газоны, строятся пешеходные лестницы и спуски для колясок. Безусловно, будут приняты все мероприятия по прекращению въезда на Лыбецкий бульвар. Будут перекрыты два въезда как со стороны улицы Право-Лыбецкая, так со стороны улицы Лево-Лыбецкая. В эти выходные значимое для города событие произошло также на Лыбецком бульваре. После более 15 лет простоя заработал фонтан напротив цирка. После ремонта в фонтане работают 23 форсунки, подающие под разным напором струи воды высотой от 3 до 5 метров. Каждая из них оснащена подсветкой. Уже в эти выходные горожане с удовольствием фотографировали украшения города. Ведь проработает он всего несколько дней, после чего его укроют на зиму до следующего сезона. На этой неделе под Рязанью проходили масштабные учения десантников. В рамках проведения плановой военной инспекции Минобороны в воздушно-десантных войсках в них приняли участие более 3,5 тысяч человек и 350 единиц техники. На протяжении трех дней на военных полигонах десантники упражнялись в отработке военных действий и мастерства элиты российской армии. 200 километров марша, захват аэродрома, форсирование реки в Рязанской области завершились масштабные учения ВДВ. Военная инспекция Министерства обороны проверяет воинскую часть и подразделения воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Туле. В первые сутки передовые подразделения дивизии на бронированной технике совершили марш протяженностью в 200 километров на полигонной Рязанской области. Вчера захватили вражеский аэродром. По легенде учений, по ходу движения военнослужащие постоянно сталкивались с внезапными атаками диверсантов, которые наносили ущерб технике. Задача на сегодня – форсирование реки Аки. 60 единиц техники и 400 человек личного состава форсировали водную преграду. Глубина здесь доходит до 12 метров, а берег специально выбран крутым. Три типа машин – боевая, десанта второго поколения, БТРД и самоходная артиллерийская установка 2С9. Все они с ходу переправились при условии воздействия противника. В ходе проведения дивизионных командно-штабных учений 2-й парашютно-десантный батальон усиленный совершил марш своим ходом из города Дулы в город Рязань под населенный пункт Дядьково, где подготовил машины к преодолению водной преграды. На следующем этапе учений бойцы показывают свои стрелковые навыки. По замыслу на левом берегу Аки расположились незаконные вооруженные формирования. После огневого удара десантники форсируют водную преграду, выходят на берег и добивают противника. Стоит условный противник. То есть это мишени для пехоты, мишени для гранатометчиков, мишени для наших БМД, боевых машин десанта. Вот каждый поражает свою мишень. Мы сегодня покоряли водную преграду река Ака, переплывали на своих боевых машинах десанта. Вот это моя машина. Справились с задачей на все 5 баллов. Я считаю, что преодоление препятствий достойно прошли. На завершающем этапе десантники уничтожают противника. Артиллерия наносит огневой удар по выявленным вражеским силам. Бой ведет парашютно-десантный полк силами более двух батальона тактических групп. Передовые подразделения полка выявили нахождение, а затем нанесли удар. Затем на рубеж выходит противотанковая батарея и стреляет противотанковыми управляемыми ракетами. За два дня поражено более тысячи мишеней. Использовано более полутора тысяч боеприпасов. А всего в маневрах десантников задействованы 3,5 тысячи военных и 350 единиц боевой техники. Девять человек пострадали в результате аварии с маршруткой под Рязанью. Машины «Урал» и маршрутное такси столкнулись на Солочинском мосту во вторник вечером. К счастью, трагедии удалось избежать, но все пассажиры маршрутки оказались в больнице с травмами различной степени тяжести. На следующий день не менее масштабная авария произошла на Московском шоссе. Сразу пять машин столкнулись на перекрестке торгового дома «Барс». Водитель «Лада Приора» не рассчитал время и промчался на красный свет светофора. В этот момент на свой зеленый на перекресток выехали еще четыре авто. В результате все они оказались под ударом лихачества водителя «Приоры». Жертв удалось избежать. Пересесть на автобус заставит всех должников. Судебные приставы совместно с ГИБДД начали проводить совместные рейды для выявления автомобилей, чьи владельцы имеют непогашенные долги. Лишиться личного транспорта могут не только рязанцы, но и должники из других регионов. Если за владельцем обнаружатся непогашенные немалые штрафы или крупные долги, автомобиль для начала арестуют. Если и эта мера не заставит рассчитаться, его выставят на принудительную продажу. Артур отсюда уже на своей машине не уедет. Сумма его долгов составляет 400 тысяч рублей. Вовремя не заплатил, автомобиль арестован. Система дорожный пристав позволяет находить таких нарушителей повсюду. Судебные приставы в Рязани используют специально адаптированные дорожные камеры видеофиксации для поиска должников. По статистике, владелец каждого восьмого автомобиля в городе имеет неоплаченный штраф. Данный гражданин задолжал более 400 тысяч по кредитным платежам, и сейчас мы у него арестовываем автомобиль. Ждем представителя банка для того, чтобы автомобиль изъехал. Приставы борются с неплательщиками прямо на дороге. И совсем не важно, сколько задолжал владелец авто – 400 рублей или 400 тысяч. Не погасил долг – дальше пешком. Гораздо чаще мы ловим должников, у которых неоплаченные штрафы. То есть люди не получают извещение, либо, ну, как правило, они не получают на почту, не ходят, извещение не получают от сотрудников ГИБДД. И, соответственно, постановления ГИБДД поступают к нам в отдел на принудительное исполнение. И очень часто, то есть мы извещаем людей о том, что у них есть неоплаченные штрафы. Человек может как у нас оплатить непосредственно на месте, так и оплатить в банке, предоставив нам квитанцию. В начале дороги стоит специальная камера. Она считывает номера проезжающих машин, и компьютер сверяет их с базой данных должников. Как только неплательщик обнаружен, номера сразу передают на пост ГИБДД, где полицейские совместно с приставами останавливают машину. При проезде автомобиля должника через камеру данный автомобиль фиксируется, и уже сотрудниками дорожно-подрульной службы данный автомобиль останавливается. Если в автомобиле находится неплательщик, соответственно, сотрудниками службы судебных приставов он привлекается к ответственности. У него изымается автомобиль, либо какое-то имущество. Чаще всего, говорят приставы у рядовых граждан, проблемы с выплатой кредитов, налогов и дорожных штрафов. Порой не оплачивая долги годами, о них просто забывают. Сейчас в базе данных дорожных приставов числится 38 тысяч должников. Арестовать такие машины могут и в отсутствии собственника. Интересную ситуацию в пятницу могли наблюдать рязанцы. Там на улице Свободы рабочие снимали новый асфальт, на который не было нареканий ни от жителей, ни от автомобилистов. Наш журналист пытался выяснить, в чем необходимость проводимых работ. У рабочих вопрос вызвал весьма неоднозначную реакцию. Они снимают, поехали. Зачем вы копаете здесь асфальт? Что здесь происходит? Бисквитарий. К другим темам. Лихие 90-е еще надолго останутся в памяти рязанцев. Банда слонов – так называли преступную группировку, действующую в то время в нашей области. 1 октября исполнится 20 лет с тех пор, как возбуждено легендарное уголовное дело слоновской преступной группировки. Входившая в те годы в следственную группу Дмитрий Плоткин рассказал о том, какой путь прошел он и его коллеги, для того, чтобы сегодня мы с вами спокойно ходили по улицам города. В начале 90-х наряду с другими в Рязани буйствовала банда слонов, которая держала в страхе предпринимателей, выбивая деньги из бизнесменов. В общей сложности на руках банды осталась кровь 85 человек. Очень много происходило в Рязани. Директор нефтезавода сидит там на кухне с женой, в это время там на удочке спускается взрывчаткой Бекфордов, шнур горит, происходит взрыв. Потом у директора нефтезавода пропадает сын-коммерсант вместе со своим охранником. Охранник всплывает, десантник в наручниках с оклеенными ртом в оке. И, в общем-то, эти преступления, заказные убийства, они буквально происходили там каждую неделю. Примечательно, что лидера группировки Вячеслава Ермолова так и не поймали. По некоторым данным, он в настоящее время проживает в Европе. Другие же члены слонов в 2000 году получили тюремные сроки до 15 лет лишения свободы. Семь членов группировки до сих пор находятся в федеральном розыске. Те, кто на свободе, в общем-то, мы их так отслеживали судьбу. В общем, кто-то стал заниматься коммерцией, кто поумнее, другие стали работать. Один из авторитетов группировки лично сказал мне, знаете, спасибо вам, что вы сделали. Я говорю, это вообще как-то многого стоит, что это так вот. Он говорит, вы знаете, я вот долгие годы бегал от следствия, значит, а потом, когда вернулся в Рязань, то вот понял, что я могу взять и с ребенком своим пройтись по улице, с женой могу под ручку пройтись по улице, а до этого я не мог этого. Прекращение деятельности банды – заслуга прежде всего группы следователей, работавших над этим непростым делом. Нам удалось все-таки победить организованную преступность в Рязани. Причем сначала это была Слановская группировка, а потом уже это дело дало толчок, чтобы началась работа в отношении других группировок – Карапетовской, Осокинской, филиалов их в различных городах. Мне часто задают вопрос такой, что, что ж вы там, их было 800, а вы не всех там посадили. Ну, я обычно говорю так, что, знаете, мы сделали по максимуму. Если кто-то может сделать больше, пусть попробуют. Но что-то вот с тех пор таких людей здесь не находится. Прошло 20 лет, но Рязань до сих пор помнит времена, когда просто выйти на улицу было опасно. И в любой момент можно было оказаться свидетелем кровавой бойни, какую теперь, к счастью, можно увидеть только в кино. Главной же датой начала месяца станет, безусловно, день рождения любимого миллионами людей поэта Сергея Есенина. Ему, кстати, в эти дни устанавливают бронзовый памятник высотой 2 метра в одном из сел Курганской области. Монумент расположится на берегу озера. Есенин будет стоять, раскинув руки и смотреть вдаль на Курганские степи. По замыслу летельщика памятник символизирует любовь родине. Рязанцам же повезло гораздо больше. Мест, посвященных великому земляку в городе, немало. В преддверии дня рождения Есенина по ним прогулялась Марина Комиссарова. Имя Сергея Есенина широко известно во всем мире. Лиричный музыкальный слог, яркие метафоры и любовь к родине, которые проникнуты строки поэта, заставляют трепетать сердца людей спустя столетия. В нашем городе его имя звучит по-особому. Здесь корни поэтического гения. Память о Сергее Александровиче хранят тысячи потомков и фиксируют памятные места, раскиданные по всему городу. Пять мемориальных досок украшают фасады зданий, стены которых видели поэта в годы его жизни. Среди них доска на Институте культуры, новинные монополии и здание ФСБ. Именем поэта Сергея Есенина в Рязанской области принято называть улицы, фестивали, конкурсы, здания. Земляки по полной используют славу певца родной земли. Всегда ли такие действия оправданы? Жалко, что все-таки Ряжскую улицу переименовали в улицу Есенина, потому что на ней Есенинского как раз ничего и нет. Это улица старого города с хорошим названием Ряжская. А когда мы говорим, пройдем по Есенина, или сейчас бывший кинотеатр «Октябрь», который стал крупным торгово-выставочным центром, такой маленький базарчик, вокруг него и в нем, на Есениной тоже, мне кажется, не украшение. То есть много объектов, слишком много объектов, которые далеки от памяти Сергея Саныча. Не самым лучшим напоминанием о таланте Есенина, как считает краевед, являются продукты питания, названные именем поэта. Позорная доска. Почетная доска есть, посвященная Есенину, а позорная нет. Почему? Потому что сюда могли бы попасть пивнушки, мойки и прочие непотребные вещи на улице Есенина. Сюда попал, наверное, миллион бутылок водки Сергея Есенина и наливки Есенинской Русь, которую выпускали два завода, Рязанский наш на улице Павлова и Касимовский. То есть это безобразие, конечно. Имя Есенина на наклейках, которые потом эти алкаши разбрасывали, значит, по помойкам, там по улицам валялись эти этикетки с ликом Есенина. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Важной частью городской среды давно стали памятники Есенину. Один из них расположился в Верхнем городском саду. Бюст изначально был установлен в Константиново, но исследователи Есенина-Веды настояли на сохранении облика села в первозданном виде, без привнесения современных деталей. Поэтому памятник переехал в областной центр, где органично вписался в парк, выполненный во французском стиле. Единственной переменной в композиции стал постамент. Раньше он был необработанным, стилизованным под дикий камень. Теперь бюст возвышается на полированном граните. Другой визитной карточкой города стал памятник Есенину, расположенный на набережной в Кремле. Остров весь должен был выселяться. И в 20 раз мощнее, то есть огромный Есенин с такими руками распахом, чтобы все, кто прогуливался по набережной Кремля, видели вот с высокого берега трубежа, видели вот эту композицию. Этот в 20 раз уменьшенный Есенин появился у Спаса на Иру. И ходит про него такая загадка. По мотивам старой русской загадки про морковку. Когда девица сидит в темнице, а коса на улице – это морковь. А по-рязански она звучит так. Сидит парень в землице, а руки на улице. Что это такое? Есенин. Действительно, образ Есенина, как бы вырастающего с земли. Кстати, объяснимо легко. Университет имени Есенина, филармония имени Есенина. Еще раз напоминают о том, насколько значимо это самое имя на нашей земле, некогда взрастившей хулигана с большой лирической душой. На этом все. Все новости и другие авторские программы моих коллег вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв и в группе ВКонтакте. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин